Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс и сегодня мы поговорим о том, что будет с Иксбоксом у нас в регионе. Все вы прекрасно знаете о ситуации, которая происходит сейчас в мире, многие магазины в связи с этим закрываются, в стиме нельзя купить некоторые игры, поскольку платеж попросту не проходит и на фоне всего этого у многих возникает вопрос, а что же будет с Иксбоксом? Ну и об этом в этот раз и поговорим. Перед началом видеоролика хочу сказать, что несмотря на отмену монетизации, на канале все равно будут появляться ролики и в моей позиции по ведению канала совершенно ничего не изменится. За это большое спасибо вам, что вы меня смотрите, проявляете актив и всячески поддерживаете. Надеюсь, что мои видосы вас помимо того, что будут держать в курсе новостей, немного отвлекут от того, от чего хочется отвлечься. В общем, ставь лайк на видос, подписывайся на канал и пиши свое мнение на этот счет в комментариях. Но для начала скажу, что да, майки уже объявили, что они приостанавливают продажи у нас в регионе и это гласит о том, что консолей, подписок, геймпадов официально мы привлезти пока не сможем. Срок всего этого не ограничен, поэтому он может быть как в долгосрочной перспективе, так и в короткосрочной. Единственное, говорят, что данное решение может быть связано с тем, что они будут пересматривать ценовую политику, а именно делать корректировку. Или же просто подстраиваться под условия платежной системы, ибо сами понимают, что с картами сейчас странные вещи происходят. Поэтому сразу говорю, что, ребята, без паники, и все это точно временно. Если что, тот же Nvidia уже немного тоже начал корректировать цены, и ту самую малютку, которая раньше стоила 30к с копейкой, в магазине наблюдалась за 44. Да. Конечно, цены могут быть еще скорректированы после, но в любом случае все это будет зависеть от курса. И, пожалуй, от логистики. Сейчас с ней тоже как бы не все офигенно. Кстати, насчет курса. Мне кажется, за ним следят уже многие, и давным-давно понимают, что тот же Microsoft Store напрямую зависит от доллара, и несложно догадаться, что все игры заметно подросли в цене. Нет, они как бы по-прежнему стоят там 60, 70 баксов и так далее. Но если же у вас снималось ранее за AAA проект где-то около 4000, то сейчас за игру, которая стоят те же 60 баксов, с вас пишут около 5500. Ну, по крайней мере, на тот день, в котором я записываю данное видео. И подорожание в таком ключе, оно, по сути, неизбежно. Ибо в Microsoft Store просто нет фиксированной цены для нашего региона, и нету давно. Помимо всего, пару дней назад нас посетил и гейминг в 6К. Да, не разрешение, а, к сожалению, рублей. Единственное, некоторые игры уже начинают убирать с продажи, что также немного не очень для тех, кто собирался купить, к примеру, тот же Cyberpunk или там Medium. И да, есть что Cyberpunk, к сожалению, через Rue Store не приобрести. И ровно так же, как и Ведьмак, хотя Medium тоже вроде как убирали, но его приобрести все еще можно. Ко всей этой теме, кстати, еще присоединяются Activision, Blizzard, Rockstar Games, Electronic Arts и прочие. Но их проекты именно в истории Xbox все еще отображаются, и их вроде как можно купить. В то время как на плойке или там в Steam, Epic Games вроде как нельзя. Если вдруг кто-то переживает за выключение купленного контента, то каких-то ограничений оглашено не было, и те игры, которые вы уже приобрели, должны скачиваться без каких-либо проблем. Кстати, на плойке произошел некий конфуз, и связан он с Gran Turismo, которая сначала была доступна тем, кто предзаказал, а потом была заблокирована, и якобы деньги отправились обратно игрокам. Но как сказал мне Дима One Point, отправили они деньги по сути в никуда, ну по крайней мере на тот момент, когда я его спрашивал, деньги ему по сути не вернулись. Ну а игра была заблокирована. На самом деле очень странное решение, как бы я понимаю, что игру могут снять с продажи, да, не разрешать покупать, но те кто предзаказал, ну блин, зачем отбирать, ну камон. Если что, на Xbox, по крайней мере те игры, которые вы купили, такого делать не планируется. Если поднимать вопрос о подписке, как будут обстоять дела там, то очень надеюсь, что подписчики Xbox Game Pass Ultimate 10 марта смогут поиграть в Стражей Галактики. И исходя из того, что игра, по сути, покупаться не будет, а будет лишь с качеством, то все должно быть нормально и доступно. Но опять же, как бы посмотрим и увидим. Если вдруг кто-то парится насчет покупки игр и подписок, то да, ту же подписку и игры сейчас официально нигде не купить. И есть пока лишь два варианта. Покупать бы у диски, тем, у кого есть дисковод, ибо дисковые копии, думаю, не должны вообще попадаться под какие-либо ограничения, ибо вы в них можете играть вообще офлайн. Ну или игры и даже подписки покупать у посредников с других регионов, и мне кажется, это единственное разумное решение, поскольку там и дешевле, и хотя бы есть возможность. Поэтому, если вдруг ищете, где купить игры и подписки, то обращайтесь к парням из X Games, они вам без проблем помогут приобрести игры и подписки. За пацанов вручать, кстати, как за себя, потому что они не разу меня вручали, и если что, ссылку на них я оставлю в описании. Что касаемо цен на консоли вне официальных дистрибьюторов, то они станут еще выше, ибо там цены начинаются от 60к, мощная консоль там стоит уже по сотку, по 200 тысяч, ну и в принципе ситуация вообще не радует. И если при этом всем размышлять, какую консоль лучше сейчас взять, то, наверное, ответ прост, ту, которая дешевле. И поэтому, если вдруг у вас есть Xbox One, и вы хотите его менять, то лучше не менять, посидите на нем, потому что цены на консоли именно нового поколения реально конские. Я лично бы, если бы у меня не было консоли вообще, я, наверное, бы ни одну не купил и ждал бы с моря погоды, ибо ценник, ну просто реально невероятный. Единственный выход, кстати, из этой ситуации, если уж очень хочется, то это найти человека-совета, кому консоль реально не нужна, которая в них не особо разбирается, и у которого можно как бы урвать немного подешевле. Помимо цены каких-то очевидных минусов, по сети гуляет и фейк, который гласит о том, что, мол, всем забанят аккаунты Xbox. Я вообще не понимаю, откуда взялась подобная выдумка, и кто первый источник, но я считаю, что эту информацию, ну просто бредом. Поскольку нет очевидных причин этого делать, и если это произойдет, то кто в здравом уме к ним вернется опять? Мне кажется, никто. Поэтому что-что, но вот забаны я бы вообще не боялся, и не стал бы в этом случае париться вообще. Что касаемо сервисов Xbox Live, то в целом каких-то ограничений в виде, там, частых сбоев в сети, там, которые могут вызвать иногда дискомфорт при запуске тех или иных игр, и особенно онлайн. Либо иногда, там, недоступность функции приобретения игр, пока игроками не замечалось. И в целом каких-то ограничений, ну, пока не планируется. Но во всей этой истории есть частичка позитива, и она касается самого Фила Спенсера. Он дал комментарий на общее событие, и если коротко, то он нацелен сделать все возможное для обеспечения того, чтобы вся вот эта вот игровая индустрия относилась к каждому отдельному человеку с достоинством и уважением без каких-либо ограничений. Есть что, более подробную инфу вы можете почитать в нашем телеграм-аккаунте. Кстати, настоятельно его советую, поскольку новости там выходят крайне быстро, и к тому же телега сейчас работает более-менее нормально. Если все прикроет, то как бы в телеге мы можем хотя бы связаться. Поэтому ссылку на наш телеграм-аккаунт я оставлю также в описании. Заходите, подписывайтесь, будем рады. Читая слова Фила Спенсера, честно, я зауважал его еще больше, поскольку его позиция это та позиция, которая должна быть у каждого. И несмотря на ситуацию, он и его команда остается людьми, поскольку понимаешь, что геймеры не виноваты, и как-то препятствуют тому, чтобы кто-то смог насладиться проектом, такой цели нет. Вообще, если в целом смотреть на все шаги кампании, и не только в игровых сферах, я предполагаю, что это очень временная штука, которая в конце концов приведет к возвращению тех или иных игроков. Да, цены вырастут, это 99%, но самое главное, что игроки останутся, поскольку отрезая нас от рынка, они теряют значительный процент прибыли. Это, знаете, та же самая ситуация, как и с Бэтмена. Кто не знает, у нас отменили сначала пресс-показ, потом за день отменили просто вообще показ. Я, кстати, капец как его ждал, и в итоге появляется инфа, что на постоянной основе никто фильмы убирать не собирается. И того же Бэтмена мы сможем посмотреть в лучшем случае там через полгода. Смотря на другие сферы, мне кажется, что будет то же самое, и даже если что-то будет с видеоигровой индустрией, то рано или поздно она все равно к нам вернется, поскольку, как вы знаете, деньги вряд ли кто-то хочет терять, особенно на постоянной основе и в таком количестве. Вообще, считаю, что подобные санкции это лишь массовая и бессмысленная показуха, которая не поможет и ничего не докажет, поскольку спорт, игры, кино это не политика, и, собственно, адекватной взаимосвязи по факту я вижу реально очень мало. Но, несмотря на это, надеемся, что в ближайшем будущем все нормализуется и мир заживет, как жил раньше. Поэтому не грустите, держите выше нос и большое спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok